всех приветствую ребята на моем канале сегодня я оставлю небольшой обзор и отзыв о модели от poco m4 pro которая поддерживает 5g и скажу свои субъективные мнения сразу об этом говорю потому что сколько людей столько и мнений поэтому это чисто мои впечатления и так данная модель имеет три цвета это черный даже серый я сказал бы это голубой и вот в данной ситуации у меня это желтый цвет не потому что он у меня оказался но мне кажется это достаточно более интересный интересная цветовая гамма интересный цвет для данного смартфона очень интересная такая понравилась что матовая поверхность если вы не любите пользоваться чехлами неважно от производителя или купите другой то отпечатки пальцев на спинке оставлять он точно не будет материал корпуса полностью пластик но понятное дело экран у нас стекло в кнопки у нас оставили вставили дактилоскопический датчик и кстати я скажу что он работает довольно неплохо очень живенько и бодренько вы только прикасаетесь и он сразу реагирует можно отключить случайное касание установив что вы будете сначала нажимать на кнопку а потом разблокировать смартфон по отпечатку пальцев есть такая функция плюс в том что оболочка miui имеет разные темы здесь вы можете и лаунчер установить какой вам понравится и можете установить и обои звонки так что в этом можно сказать можно поиграться и установить то что вам будет более интересным есть также версии 4.64 но учитывая что лоток у нас комбинированный это такой важный нюанс очень жаль что комбинированный то лучше вам все-таки чуть-чуть добавить и приобрести если вы засматриваетесь на эту модель приобрести более полноценную версию 6.128 плюс еще в том что у нас miui 12.5 в расширенных настройках добавляет расширение памяти 2 гигабайта за счет внутренней памяти вот так что возможно именно в играх это пригодится или многозадачность когда вы пользуетесь одновременно многими приложениями и вам нужно чтобы они сохранялись в фоне вот такие настройки вам точно пригодятся еще эта модель интересно тем что сюда добавили новый новый вибромоторчик но не знаю мне показался довольно таким слабым на отклик да может быть похоже что-то ставят более дорогие модели и мне показалось что он с торможением реагирует на ваше нажатие на экран вот как то так то есть если старого типа нажимаете сразу чувствуете реакцию то здесь как-то вот с задержкой было по крайней мере это мои впечатления мои ощущения так что это вы имеете ввиду но в принципе он не раздражает оставили нам джек для наушников у нас есть также стерео это здорово но сэкономили на том что верхний динамик он раза в 3 а то и в 4 наверное слабее такое ощущение как будто подключили просто разговорный динамик вот этот слуховой да но почему так но видно что poco и xiaomi полноценно экономит чехлами кстати рекомендую пользоваться потому что через какое-то время телефон будет похож на обмылок это реальность потому что пластик он будет весь царапанный и потертый по поводу громкости вполне устройство себе хорошее громкое я уже включал звук на распаковке и сейчас вам это тоже покажу звук мелодия вибрация но давайте мы с вами включим и вы услышите качество рингтонов качество звука смотрите закрываю нижний динамик и вот это вот весь звук который выдает верхнюю очень тихий нижний же берет на себя всю основную массу силу звука так что в динамиках да он довольно громкий но ничего необычного в этом динамике нет вот еще что меня расстроило здесь последнее время очевидно то что пока начинает экономить и обратите внимание поставил всего две камеры и заглушки то есть возможно этот модуль рассчитан еще дополнительно на две камеры на два объектива но все-таки оставил два это основная камера 50 мегапикселей и широкоугольная 8 мегапикселей вот поставил две заглушки но как-то так немножко по-детски что ли да есть два колеса у машинки едет но и нормально остальные два как-то разберемся но вот как-то так по камере скажу что ничего сверх естественного я не увидел даже немножко разочаровала потому что ожидал чего-то большего думал эти камеры будут хорошо справляться в дневное время в светлое время все вполне нормально комфортно но как только вечереет да например или ночная съемка то в этом отношении конечно недоработанный софт можно попробовать сторонние камеры но это вы уже самостоятельно будете играться как приобретете это устройство что еще хочу сказать по экрану как по мне здесь тоже сэкономили с экраном он достаточно такой серый я вот вам просто приведу пример в настройках слева если что это x3 pro и вот m4 pro в настройках я аналогично установил вот на первый взгляд качество вроде одно и то же но с правой стороны он сильно холодит синит напомню что настройки одни и те же аналогичные вот по цветопередаче если менять углы возможно камера это тоже не будет передавать но очевидно что более серым отдает вот экран вот пока им 4 pro и смотрите яркость она на максимальной вот так что под углом очевидно что m4 pro имеет немножко более бюджетный вариант экрана или может быть такие настройки яркости потому что проблематично в солнечную погоду на улице в яркую яркий солнечный день экран нужно присматриваться к нему это конечно нюанс и ips матрицы и еще в том что все-таки сэкономили сэкономили на экране так в принципе комната или если пасмурная погода вече вообще проблем нет минималка здесь тоже на отличном уровне солнечную погоду даже нужно еще и поискать как минималку добавить но если автоматически все настраивается то принципе вот так что экран тоже ничего нового я не увидел все-таки я ожидал что на чем-то сэкономят ну вот на экране сто процентов сэкономили вот nfc присутствует в данном устройстве так что с этим проблем нет пожалуйста есть nfc можно с ним работать фонарик у нас достаточно яркий вот на чем хоть не экономят так это на фонариках все остальное в принципе в настройках это MIUI как MIUI обновление кстати прилетело и ноябрьской расширкой безопасности он установилась установился так и вот что еще тяжелая очень операционная система это очевидно все-таки 20 даже с лишним гигабайт это достаточно тяжело что в принципе отнимает много оперативной памяти и так далее покажу еще по синтетике что у меня получилось antutu здесь dimensity 810 вот 353 тысячи баллов мне показал тест скорости приятно удивил все-таки здесь внутренний накопитель UFS 2.2 и 35 тысяч баллов скорость передачи получения данных это здорово в этом устройстве очень классно получилось троттлинг тест показал вот такую картину первый раз 15 минут я ставил это был отключен режим игры и ядра кстати загружались не по полной вот следующий интересный вариант я включил режим игры и вот смотрите какая картина ядра уже загружались более-менее полно и естественно просадка была вот как-то интересно так и полчаса тоже включен режим игры был был более стабильным чем 15 минутный интервал среднем видим 150 гипс 154 даже с отключенным приложением для игр ускорения игр вот и лучше всего максималку показал вот включенный режим для игр это то что касается игр так еще вам покажу что у нас с дпс дпс здесь все вполне нормально и предсказуемо видит 38 39 вот 48 даже спутников разные виды спутников он поддерживает поддерживает в использовании уже 24 25 и точность плюс-минус 2 метра так что вот как навигатор тоже с этим проблем никаких не будет даже один метр точности с этим всего у меня пока проблем никогда не было как звонилка он тоже никаких вопросов у меня не вызывал записи звонков нет google звонилка здесь установлена по крайней мере настройках для украины вот если вам это важно то имейте в виду и мне хватало еще индикатора пропущенных событий сожалению его здесь нет так что подведя итог скажу что ничем не удивил мне кажется цена достаточно завышена и если рассматривать варианты то я бы на вашем месте возможно да чуть-чуть даже добавил и рассмотрел вариант x3 pro все-таки здесь интереснее и процессор более мощнее и все-таки ну то что 5g не поддерживает но это такое там в многих городах украины россии в большинстве я бы даже сказал казахстана и так далее 5g еще не скоро появится а может скоро если вы что-то знаете то у вас есть выбор вот так что я бы сделал так чуть-чуть добавить и у вас на руках будет более мощный девайс по зарядке чуть больше часа заряжает это 33 ватная зарядка так что это очень хорошо и в принципе самой батареи хватает очень очень надолго так что еще если настроить правильно разряд батареи то пожалуйста вам будет хватать даже на двое суток в умеренном режиме в играх будет садиться быстрее так что это шаг вперед или это очередная копия решать вам так что ребята подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки и буду рад почитать ваши комментарии что вы думаете о данной модели есть ли смысл ее приобретать какие плюсы вы заметили какие минусы так что всего вам доброго пока пока